Девятая глава книги Прока Исаии Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекуть имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Слово посылает Господь на Якова, и оно не сходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, «Кирпичи пали, построим из тесного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами, и воздвигнет Господь против него врагов, рецина, и неприятелей его вооружит. Сириан с востока и филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный — это голова, а пророк-лжеучитель есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи, и устав всех, говорят, нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня, не пощадит человек брата своего. И будут резать по правую сторону, и останутся голодными, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Монасия Ефрема и Ефрем Монасию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Продолжение следует...